Вы смотрите Город новостей, продолжим выпуск. Сейчас очередной выпуск нашей постоянной рубрики «Мелочи жизни», что на этот раз приметил Вячеслав Горецкий на городских улицах, узнаем прямо сейчас. Спонсор народных мелочей – профессиональный компьютерный магазин развития. Всегда огромный выбор, всегда низкие цены. Начнем мы сегодня с самой главной нашей пешеходной улицы – это Карла Маркса. Напомню, здесь установлены вот такие вот малые архитектурные формы, которые призваны символизировать небесную ярмарку. Но внутри них должны расти кусты и быть обрезанными по размеру этого самого шара. Но, к сожалению, это на самом деле не так. Большинство кустов выглядят уже переросшими в металлическое ограждение. А это значит, что малоархитектурная форма стала просто пустом. К сожалению, ситуация – это не единичная. Как вы видите, и другие клумбы выглядят точно таком же состоянии. Созвется впечатление, что в нашем городе исчез садовник. Либо ему абсолютно наплевать на то, как выглядит летом наша главная пешеходная улица. За моей спиной водоем, который многие знают как Ириловка. А это Плехановский тракт, ведущий в сторону ДРСУ. С недавних пор, проезжая здесь, мы стали замечать ужасный запах канализации. Жители оборвали все телефоны. И мы приехали выяснить, в чем дело. Сейчас я вам покажу. Дело в том, что здесь рядом находится сооружение под названием КНС. Это вот это здание, которое перекачивает отходы, текущее с пятиэтажек, расположенных по улице Плехановский тракт. Но вот что интересно, очень долгое время вся канализация текла не через КНС-ку, а прямо через вот этот люк наружу и попадала в водоем. Запах здесь невозможный, дышать просто-напросто нечем. Впрочем, вы сами можете посмотреть, что там внутри. Я не отрицаю, бывают, конечно, аварии в системах жизнеобеспечения города. Но у меня сейчас возникает самый главный вопрос. Кто теперь будет чистить всю эту вонючую грязь? Ведь Ириловка, благодаря ей, уже превратилась в самое настоящее болото. Стыдно, стыдно должно быть за наши водоемы. А если кунгурикам, живущим недалеко от Ириловского болота, захочется глотнуть чистого воздуха и дойти до ближайшего магазина, то они рискуют угодить вот в такую вот канализационную яму. Ну, вернее, даже, наверное, не канализационную, потому что там ничего не журчит. Но, по крайней мере, глубина ее, наверное, метров пять. И провалившись с нее, можно получить травмы, несовместимые с жизнью. Хлипкие доски в этом случае абсолютно не являются защитой от падения в яму. Учитывая, что здесь нет ни тротуаров, ни каких-либо нормальных обочин, опасность реально не только для пешеходов, но и для водителей автомобилей. И, кстати, на этом месте уже образовалась яма. И я настоятельно рекомендую ответственным за городские люки, а таковые, я знаю, есть, присмотреться к этому месту повнимательнее. Субтитры создавал DimaTorzok